Безнадзорные животные, а точнее бродячие собаки, все чаще стали служить инфоповодом для телевизионных и интернет-СМИ. Точнее, трагические последствия, которые могут нанести агрессивные животные людям. По поручению губернатора в Приморском крае введен режим повышенной готовности по решению данной проблемы. Но что это значит? А это значит, что на законодательном уровне будут приняты правила содержания, прививания, чипирования домашних собак и по более активному и действенному методу отлова и сокращения численности бродячих. Кроме того, еще раз говорю, это обязательно чипирование собак. Это та мера, которая позволит, во-первых, если собака чипирована, выявить, вернуть ее владельцу. И если она нет владельца, значит, и какое-то время находится на передержке, он должен оплачивать тогда ее содержание здесь. То есть, если это безнадзорное животное, соответственно, поступать по регламенту. Поэтому мы не говорим о чипировании всех животных. Но сегодня собаки становятся угрозой для жизни граждан. Сегодня есть, к сожалению, и случаи трагичные нападения собак. Но и впереди, еще раз говорю, сложные месяцы, когда они объединяются в стаи, могут быть угрозой для жизни граждан. Дикие собаки являются источником 150 заболеваний, которые могут передаваться человеку. Среди них есть и такие, которые могут закончиться летальным исходом. Поэтому предполагается, что будет запрещен выгул домашних животных без поводка. Особенно во время так называемых собачьих свадеб. Это крайне опасно для самих животных и их хозяев. Содержание собаки должно быть осознанное. Волонтеры, которые перенаправляют собак в добрые руки кому-то на содержание, они должны сами уметь объяснить человеку, как должна содержаться собака, каким образом его надо кормить, как его надо гулять, как надо реагировать на то или иное поведение собаки. В положении правил содержания домашних животных на территории Приморского края говорится о мерах регистрации всех домашних животных с обязательной вакцинацией против бешенства, летоспироза и дегельмитизации. Это позволит создать единый реестр домашних животных в регионе. Также будут подлежать учету и безнадзорные животные, попавшие в пункт временного содержания во Врангеле, построенного по всем требованиям и нормам, соответствующим законодательству Российской Федерации и Приморского края в частности. Собака в третьем поколении меньше всего нуждается в человеке, то есть в буквальном смысле она становится дикой. А соответственно, если дикая собака, она живет только инстинктами, половым, пищевым инстинктам самосохранения. И тут человек никак не влияет на ситуацию. Просто собака охраняет зону прокорма и все, или свою дневку. Собака – это хищник. По словам специалистов, она должна чувствовать и понимать, кто в стае вожак. Поэтому, если вы или ваш ребенок оказались в месте скопления собака, это значит, на их территории и столкнулись с агрессией, не стоит показывать страх. Лучше спокойно и осторожно покинуть это место. Очень важно сообщать о массовом скоплении безнадзорных стай в единую диспетчерскую службу администрации Находкинского городского округа. Также на рассмотрении вопрос о возможности вознаграждения добровольцев, доставивших безнадзорных животных в приют самостоятельно.